Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео я предлагаю вашему вниманию две достаточно простые, но очень красивые позиции, которые, я думаю, под силу решить практически любому более-менее грамотному шахматисту. Поэтому я призываю каждого, кто смотрит это видео, отложить все свои насущные дела, сделать небольшой перерыв и минут на 10-15 окунуться в красоту шахмат. Обе эти позиции были составлены лично мною во время отпуска, но я их не могу назвать полноценными этюдами, хотя их решение достаточно красивое, но уже очень короткое. Поэтому данные позиции могут лечь в основу каких-либо более масштабных этюдов с более длинным решением. Я думаю, что если немножечко покрутить эти позиции, посидеть над ними и поразмыслить, то можно придумать какую-то более-менее внятную вступительную игру. Но лично у меня сейчас времени на это нет, возможно, в будущем. Также, возможно, некоторые из вас, кто смотрит это видео, являются шахматными композиторами, либо имеют какое-то отношение к шахматной композиции. Вы можете смело брать эти идеи и использовать их в своих произведениях, потому что лично у меня никаких композиторских амбиций нет. Составляю, решаю этюды чисто для удовольствия. Итак, ближе к делу, первая позиция, задание в этом положении, белые начинают и выигрывают. Ставьте видео на паузу и решайте. Итак, я надеюсь, что каждый из вас, если не решил позицию, то хотя бы составил свое мнение об этом расположении. Ну а мы начинаем раскручивать эту интересную позицию. Конечно, главной проблемой белых в этой позиции является проходная пешка черных. При беглом взгляде на это положение кажется, что белые так или иначе должны будут отдать за эту пешку одну из своих легких фигур. Ну а второй, конечно, мат поставить не сумеют и ничья окажется неизбежной. Белые фигуры слишком разобщены, чтобы заблокировать какое-то поле на пути этой пешки двумя своими легкими фигурами. Ну а белый король, как мы понимаем, ввиду активности его черного коллеги, также помочь не может. Но на то это и этюдного типа позиции, чтобы решение было достаточно интересным и парадоксальным. Я думаю, для достаточно опытных любителей шахмат, которые более-менее знакомы с этюдной композицией, не составило большого труда решить это положение. Ну, я думаю, что многие из вас догадались, какая тут главная идея. А главная идея состоит в том, чтобы не допустить черную пешку на поле А2. Даже ценой жертвы фигуры. Поэтому первым и единственно верным ходом является слон Ф7. А3 играет черная и в этой позиции слон А2. Вот так, жертвуя слона, мы тем самым делаем невозможным ход А3-А2 и черные вынуждены слона забрать. Ну а белые блокируют короля черных в углу. Король А1 и конь Д4. Это кратчайший путь к победе. Стоит отметить, что если бы в этой позиции был ход белых, то на доске была бы ничья. Потому что, как известно, конь передать очередь хода не может. Ну а белый король вынужден ходить только по полям С2 и С1. Треугольник здесь невозможен. Но в данной позиции ход черных, что и определяет конечный результат. Конечно, если пойти А3-А2, следует немедленный мат. Белые всегда должны иметь возможность поставить коня на Б3 в случае продвижения черной пешки. Ну а если следует король А2, то мы играем конь Е2. И на король А1 конь С1. Как мы видим, ход король А2 невозможен. И на вынужденное А2 следует искомый мат конь Б3. Хотя решение достаточно длинное. 7 ходов для тюдо это весьма неплохо. Но все-таки идея здесь достаточно элементарная. Я думаю, что эта позиция больше может рассматриваться как учебная. При рассмотрении материального соотношения легкие фигуры против проходных пешек. Ну а мы с вами приступаем к рассмотрению следующей, второй позиции. Итак, как мы видим, материальное соотношение примерно то же. Слон и конь теперь уже против двух проходных пешек черных, которые стоят на пороге превращения. Сразу скажу, что эта позиция даже более красивая, чем предыдущая. Хотя решение покороче. Итак, ставьте видео на паузу и решайте. Белые начинают и выигрывают. Теперь решение этой позиции. Первый ход является достаточно очевидным. Шаг конем на поле e2. В этом положении, конечно, ход король d1 ведет к потере пешки на b2. Пешка на a2 остановлена и постепенно также будет съедена. Ну и белые слоном и конем мат поставят. Поэтому на конь e2 единственным верным является ход король b1. Хотя, конечно, с точки зрения шахматного компьютера, возможно, затянуть сопротивление нужно было и именно ходом король d1. Но мы все-таки с вами следуем по пути шахматной красоты. И конь c3 здесь играют белые. В данной позиции ход король c1 приводит к немедленному мату. Слон f4. Очень красивое завершение. Хотя, конечно, и ход конь бьет a2 также выигрывает. Но в данной позиции основным ходом за черных является, конечно, король a1. И тут-то кажется, что ничья неизбежна. Сейчас последует b1 ферзь. Что же сделают белые? А они просто ставят короля на c2. И после b1 ферзь, слон, ладья, конь, кого хотите ставьте. Ход у черных фактически 1. Пешку на b1 нужно ставить и превращать фигуру. Конь бьет b1. Вот такой очень красивый вскрытый шаг и мат. Конечно, эта позиция еще больше отдает какой-то недоработанностью. И можно было накрутить вот здесь вступительную игру. Причем я делал неоднократно такие попытки. Но все-таки компьютер опроверг одну мою красивую идею, которую я сейчас вам под конец и предложу. Итак, основной задумкой моей была вот такая позиция. Здесь мне казалось, что после красивого перекрытия конь d4, все сводится как раз к b2, конь e2 и решению предыдущей позиции. Но хитрый компьютер вот в этом положении, конечно же, не ходил. А один ферзь. На это следует задуманная конь b3. И белые уничтожают одну за другой черные пешки. Одна из них уже успела превратиться в ферзя. Ну а на конь d4, конечно же, компьютер показал верное решение. А один конь и у белых здесь ничего не находится. К сожалению, вот эта идея не прошла. Красивое перекрытие. Но может быть можно как-то накрутить другую вступительную игру. Мне кажется, что вот в этой позиции можно было предыдущим ходом каким-то разменяться на a2, либо b2. В общем, это опять же идеи для будущего. Ну а я надеюсь, что обе эти позиции вам покорились. Вы сумели их решить и получить долю шахматного удовольствия. Надеюсь, что данное видео вам понравилось. В этом случае не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Есть еще несколько этюдных идей, которые мне пришли в голову во время отпуска. Я постараюсь их в ближайшее время обработать и представить вашему вниманию. Возможно, в каком-то таком сыроватом виде, чтобы все-таки не зацикливаться на доработке этих этюдов, а дальше двигаться в развитии нашего с вами канала. Спасибо за внимание. До свидания.